МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбор сделан. В регионе подвели предварительные итоги единого дня голосования. Как изменится состав собрания депутатов и какова явка на избирательных участках? И отдельно покажем большой репортаж о том, как в заполярном субъекте голосовали местные жители. Любимому региону 89. Ненецкий округ отметил очередной день рождения, тематические площадки, различные акции, выступления звезд российской эстрады и красочный салют. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги первого рабочего дня понедельника в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Предварительные итоги выборов подвели сегодня в Ненецком избиркоме. Напомним, что вчера, 9 сентября, граждане выбирали депутатов областного и окружного собрания. Кроме того, прошли 15 муниципальных избирательных кампаний. Жители поселений выбирали глав и депутатов. Итак, явка составила 35,96%. Это на 5,5% ниже по сравнению с аналогичной кампанией 2014 года. Из шести списков зарегистрированных политических партий все преодолели 5-процентный рубеж, а значит, все они будут допущены к распределению депутатских мандатов и автоматически получают по одному мандату. Оставшиеся мандаты будут распределены также между этими списками партий пропорционально количеству голосов, полученных каждым списком политической партии. И из 19 мандатов, 11 у нас по единому округу, то есть между списками политических партий распределяется, и 8 мандатов у нас распределяется по 8 одномандатным избирательным округам. По 8 округам у нас победу одержали в 7 округах кандидаты выдвинутой политической партии «Единая Россия». И в одном округе, это заводской округ на территории города Наринмара, победу одержала кандидат Федорова Татьяна Васильевна. Итак, в западном избирательном округе победу одержал Александр Чурсанов, в Печорском Александр Колыбин, в Восточном Матвич Упров. В одномандатном избирательном округе Искательский победителем стал Анатолий Курленко, а в заводском больше всех голосов набрала Татьяна Федорова. В Портовом округе лидер Анна Булатова, в Южном – Валерия Стопчук. В последнем городском округе победу одержала Римма Галушина. Сколько кандидаты набрали голосов, вы сейчас видите на своих экранах. По предварительной информации от сельских избиркомов главой муниципального образования Хариверский сельсовет избрана директор поселкового дома культуры Ольга Бочкина. Нового главу избрали и в поселке Искатель. Если ли этот пост займет Григорий Казаченко, в Индиге победу на выборах главы одержал экс-руководитель Коткинского сельсовета Вадим Глухов. В Приморско-Куйском, Канинском, Пешском и Юшарском муниципалитетах свои полномочия на следующий срок подтвердили действующие главы. Александр Куликов стал главой поселка Андерма. Официальные данные по результатам выборов 9 сентября появятся после соблюдения определенных процедур и опубликования итогов голосования в газете. В целом же, по словам председателя избирательной комиссии Ненинского округа Георгия Попова, нарушений в ходе выборной кампании выявлено не было. Жалоб не было, то есть было одно заявление у нас на незаконную агитацию от КПРФ уже в день выборов, да. И все остальное, это было у нас до дня голосования, были жалобы отдельные, которые рассматривались, в основном, в сжатые сроки, максимально сжатые сроки. Именно жалоб, связанных с проведением выборов, у нас не было, как таковы, именно самой процедуры. Итак, напомним, всего участия в голосовании приняли чуть более 12 тысяч жителей региона. Таким образом, общая явка по Ненинскому округу составила почти 36%. Избирательные участки накануне работали с утра и до позднего вечера, затем подсчет результатов. О том, как в субъекте прошел единый день голосования, расскажем в следующем материале. Ровно в 8 утра избирательные участки, а их в Ненинском округе 51, открылись для голосования. Правда, первые несколько часов жители идут неактивно. С самого утра за порядком и прозрачностью процедуры следят не только члены комиссии, но и общественные наблюдатели. По словам уполномоченной по правам человека в регионе Ларисы Свиридовой, ещё одна задача выборного процесса – обеспечить доступность голосования для инвалидов. И, как заявила омбудсмен, организаторы требования выполнили. С помощью программы «Доступная среда» были закуплены специальные пандусы. Если невозможно вмонтировать или, допустим, дооборудовать лестничные маршруты по школам, поэтому пандусы были приобретены, они легко устанавливаются, есть специальные рабочие, которые закреплены для того, чтобы в случае, если у нас инвалид придет на избирательный участок и хочет подняться и самостоятельно посетить помещение избирательного участка. Один из самых многочисленных городских пунктов голосования расположен в первой школе. С каждым часом избирателей на участке становится все больше. Выборы проходят спокойно, достаточно, где много приходит, все организовано, хорошо. Сотрудники полиции, МЧС присутствуют, все нормально. Жители Ненинского округа выбирают депутатов регионального парламента и Архангельского областного собрания. Кроме того, в Заполярье голосуют и на местном уровне в ряде муниципальных образований. Для многих прийти на участок и принять участие в избирательном процессе – гражданский долг, который они с гордостью исполняют. На выборы мы обязаны ходить все, чтобы потом не кивать, что что-то не так. Как выберем, так и будет. Ну и в первую очередь я всегда надеюсь, что везде и всегда выборы будут проходить справедливо. Что везде будет справедливость во главе всех выборов стоять. Многие избиратели признаются, а дать свой голос им было легко. Еще во время предвыборной кампании удалось собрать достаточной информации по той или иной кандидатуре. В принципе, сейчас многие депутаты ходили, выступали везде. Очень много было листовых рекламок. Некоторых кандидатов я знаю лично. Поэтому, естественно, определиться с тем, за кого бы я хотела проголосовать, тоже было несложно. Любые выборы – это всегда перемены. И от новой власти жители Ненинского округа ждут изменений только к лучшему. Надеюсь, поменьше будет коррупции. Ну, а в основном вопросов нет. Все нормально. Вот это самое главное, что у нас сейчас болезнь основная. Я так думаю. Все-таки хочется, чтобы поддержали пенсионеров, потому что я пенсионерка. И все-таки, чтобы молодежь дальше расти, я бы хотела, конечно, видеть молодых избирателей. Видеть, и чтобы они действительно, наши дети, за нас боролись. А это уже избирательный участок в поселке Искателей. Среди пришедших много молодежи. Например, Анастасия Цевко, которая голосует впервые. Немного нервничала, но все хорошо. Справилась. Как же это? Для чего нужно голосовать? Ну, чтобы выбрать правильного человека, который будет честен с людьми. Ну, и вообще работать хорошо. На искательских участках избирателям выдают аж шесть бюллетеней. Ведь здесь голосуют не только за кандидатов депутата окружного собрания. А еще и выбирают главу и парламентариев, а также тех, кто будет представлять Ненинский округ в Архангельском Заксобрании. По состоянию на три часа дня явка на 38-м участке довольно неплохая. Проголосовало уже более 200 человек. Кстати, одно из нововведений этих выборов – избирательные участки работали до 10 вечера, а не до 8, как это было ранее. Вот для нас тоже была эта сюрпризом, дополнительная нагрузка. Но я надеюсь, это с одной стороны, это плюс большой, потому что бывают случаи, когда приходят избиратели и практически под носом дверь закрывается, и ты не можешь ничего сделать, потому что есть строгий регламент, который ты должен соблюдать, как член участковой комиссии. Ну, у нас участковая избирательная комиссия достаточно уже опытная, поэтому мы надеемся, что мы справимся и выполним поставленную задачу. Как только двери Уиков закрылись, начался самый ответственный и кропотливый этап – подсчет бюллетеней. Учитывается не только выбор тех, кто исполнил свой гражданский долг 9 сентября, но и результаты досрочного голосования. Жители оленеводческих стойбищ и отдаленных поселений Заполярья традиционно сделали свой выбор заранее. Всего в процедуре приняли участие 297 человек. Еще одно важное событие. Ненецкий округ отметил день рождения. Ему исполнилось 89. В минувшее воскресенье отметили и профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности. Гуляли все выходные. Различные акции, фестивали, спортивные соревнования, концерт с участием звезд отечественной эстрады и, конечно, грандиозный салют. О том, как это было, расскажем прямо сейчас. Здесь у нас калиточки, здесь у нас рыбники, это называется по комичи или нянь. Очень вкусно. И абсолютно бесплатно гастрономический фестиваль в центре Наринмара. В одном месте традиционные блюда разных народов. Вот украинская кухня. Мы завлекаем украинским салом, драниками, узваром. По-русски это значит компот. Поморская ватрушки на любой вкус. Есть с брусникой, впрочем, больше берут те, что с морожкой. Оно и понятно. В Ненинском округе одна из самых ценных ягод. Но главный хит – горячие рыбники. Рыбнички у нас с треской. Потому что, ну, треска, понятно, почему поморская кухня, поэтому треска. И колобы у нас такие с кунжутом, а не просто колоб тесто без начинки. У каждого домика немалая очередь. Особый ажиотаж у наринмарцев вызывает татарская кухня. Сегодня здесь угощают куриным супом. То, что надо в дождливую погоду. Вкусно? Алиса? Очень вкусно. Детям нравится. Они замерзли и согрелись. Что еще пробовали? Вот бесплатно. Только вот к этому еще успели подойти и все, больше ничего еще. Ну, еще обязательно пойдете. Конечно. Нравится, кажется, всем. Традиционные блюда народов мира с удовольствием пробуют и самые маленькие. Те, кто еще даже ходить и говорить не научился. Ты бульон так и будешь пить у меня, да? Ты чего? Тем, кто замерз, предлагают согреться в юрте, традиционном жилище башкирских кочевников. На столе больше десятка различных угощений. Вакбеляш или еда купцов чак-чак – сладкое блюдо тюркских народов. И все это абсолютно бесплатно. Продегустировать может каждый. Все вкусно, честно говоря. Самое вкусное. Что такое вот это? Это баурсак чак-чак. Можно попробовать? Конечно, попробуйте, пожалуйста. Как он естся правильно? Вот просто кушается так с чаем. Чай, пожалуйста, у нас травяной. Рецепт какой? Мука, яйца, мед заливаются. Сахар. На масле жарится. И на масле жарится, да. Бросается котел с маслом и все это обжаривается. На дне Ненинского округа представлена и традиционно праздничная кухня. Это, конечно, в первую очередь шашлык. Здесь сразу несколько палаток и везде его готовят по-разному. Сейчас узнаем, какой здесь рецепт приготовления шашлыка. Ребят, здравствуйте. В чем секрет вашего успеха? В чем секрет? Да главное правильно замариновать мясо. Ничего сложного. Мясо, свинина, шея делаем в основном, потому что, ну, оленина особо не пользуется спросом, а шея свиная, нормально идет. Берем мясо, соль, перец, что у нас еще там? Лук и лимон. А, и обязательно на кефире. С простой очень рецепт и мясо очень вкусное получается. Гастрономический фестиваль – это еще и прекрасная возможность познакомиться с историей того или иного народа. Например, вот рядом с площади установили «Нениский чум». Своеобразная акция, фото в национальном костюме. В качестве декорации олень, правда, не настоящий. И, конечно, нарты. Красивый и теплый, я знаю. Бабушка рассказывала, что раньше, она 37-го года рождения, они постоянно ходили в малицах. То есть у них было нательное белье и просто малицы. Все, больше ничего не надо. А сейчас мы как капусты наденемся и все равно не согреваемся. День образования «Нениского округа» – это разнообразные площадки и тематические акции. Одна из них – «Я родился в НАО». Юным жителям региона в торжественной обстановке вручили главный документ. Я стала полноправным 14-летним гражданином Российской Федерации. Сегодня день округа, торжественный праздник. Его отвечают все на Ринмарте, все жители Нениского автономного округа. И я рада, что родилась в таком светлом, таком уютном, теплом нашем родном округе. Чтобы окунуться в праздничную атмосферу, достаточно просто прогуляться по площади. И это несмотря на дождь. Детские аттракционы, торговые палатки, а также концерт от местных артистов и творческих коллективов отмечают шумно, весело и с размахом. Вечером на главной площади Наринмара уже не протолкнуться. Горожане пришли на большой концерт с участием звезд российской эстрады. В этом году в столицу региона приехали диджей Грув и сольная исполнительница Натали. Бабская черепашка по имени. Сучка из Китая такая красная. Кульминация праздника – грандиозный салют. Небо над Наринмаром раскрасили тысячи огней. Яркое перетехническое шоу в честь любимого округа и дня работников нефтяной и газовой промышленности. Олег Хатанзийский, Антон Водряков, Владислав Носкин, Олег Богомолов, Алексей Орлов. Телеканал «Север». И в завершении выпуска 16 сентября в предстоящее воскресенье в Наринмаре в пятый раз пройдет традиционный массовый забег, организатором которого выступает Центр молодежной политики. Темой юбилейного кросса «Беги за мной» станет чемпионат мира по футболу. Место проведения традиционное – это улица Смедовича, Полярная и Ваучейского. Старт состоится в один часов на площади Ленина. Протяженность маршрута 2 километра. Принять участие в очередном забеге смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре молодежной политики или непосредственно перед мероприятием на первом этаже городской администрации в 10 часов утра. Преимущество предварительной регистрации – подарок от организаторов. Забег является таким массовым мероприятием, несет главную цель – это популяризация, в принципе, спортивного, активного образа жизни и не является каким-то соревнованием. Главный девиз у нас – бежим не на скорость, а в удовольствие. То есть можно бежать, можно какой-то период идти. Кроме того, в рамках программы на площади Ленина участников ждут разминка, праздник красок Холли и открытый танцевальный класс «Зумба-фитнес». Как отмечают организаторы, популярность мероприятия растет. Ожидается, что в этом году на старт выйдут порядка 200 любителей спорта. И так, напомню, забег состоится 16 сентября. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.